Продолжаем следить за Beyond Epic. У нас китайский регион, друзья. Сегодня стартовала группа B. Уже есть первый небольшой результат у нас в матче между участниками E-Home Immortal и коллективом Royal NeveGiWab уже 1-0 в пользу фаворитов. И вот по этой карте мы уже можем, наверное, сделать предположение о том, что сегодня фавориты все-таки будут нормальную доту играть. Не то, что вчера. Этот матч можно использовать так, чтобы проснуться и готовиться уже к нормальной, хорошей доте, к сильной доте, где сыграют два соперника, достойные друг друга. Liquid Virtus.pro. Или ты не к этому матчу подпадил? Нет. IGVC Gaming, видимо, да? Это же сколько спать-то еще надо, это Liquid Virtus.pro. А никакими последними играть сегодня? Да. Ну, ладно, друзья. IGVC Gaming. Мы, естественно, этот матч ждем. А то, что мы смотрим сейчас, это так, действительно, разминочка перед серьезной дотой. Это разминочка для Оранжи на турнире, потому что им потом играть против сильного коллектива не в случае победы, а когда они победят. Тут уж я не буду, наверное, строить из себя какого-то... Я даже не знаю, как правильно выразиться. Ну, в общем, не буду говорить, что у нас будет шанс увидеть, что зацепятся E-Home. Ну, кого? Ну, куда? Ну, тяжеловато им, да. Откровенно говоря, и по первой карте-то было видно. И, ну, в целом, до подхода к этому матчу мы тоже думали о том, что, скорее всего, шансов будет маловато. Но даже если вдруг так случится, что выиграют аж одну карту прямо сейчас, то все равно, мне кажется, Оранжи соберутся и закончат эту серию в свою пользу. Потому что формат проведения матчей Best of 3, соответственно, победитель у нас точно будет выявлен, и ничейного результата быть не может. Поэтому посмотрим-посмотрим драфты, оценим. Может быть, вот каких-нибудь нестандартных героев все-таки выберут. Стрихом Мортал от Панга на ферст пик, допустим. Уже что-то, уже интересно. Слава, похоже на нестандарт. Ну, с Панга ферст пик, знаешь, немного команд позволяют себе распики начинать. Ответ-то такой, знаете, сразу уничтожающий, я бы сказал, Бэйн и Марс. Причем против Панга ферст пик можно было взять и Рубика, да, который отлично против этого героя смотрится. Можно было взять Гримстрок, который также в пуле был, чтобы Панга в ультимейте останавливать. Ни одного из этих прямых контрпиков взято не было. То есть Оранжи просто сказали, нам нужен Бэйн, нам нужно опять Марса потренировать. Шадоу Демон появляется и Хомо Мортал. Шадоу Демон неплохо. Шадоу Демон универсальный такой герой, который практически в любом драфте не будет лишним. Он сейвит, он наоборот очень много способен помогать для совершения убийств. Просто очень хороший, сильный саппорт. То, что Марсы продолжают брать в Китае, это интересно, конечно, потому что другие регионы потихоньку отказываются от этого персонажа, пикают его все меньше, пикают уже где-то в определенных ситуациях. Китай продолжает. ФП Марс. ФП Марс. ФП Марс. Каждую игру практически либо в бан он у них улетает. Нас уже так этого героя не котируют. Ну, Флэм я показал, почему этот герой хороший. Надежный, уверенный, исполнил на нем здорово. Сложную линию, классно отстояли. Кстати, ничего не мешает повторить, да? То есть, ну, я имею в виду линию Марс плюс Клинкс. То есть Бэйн пятерка есть, слот для четвертой позиции Септембра для Клинкса у него имеется. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, почему бы и нет? Соперник дает возможность взять этого героя. Почему бы, собственно говоря, не продолжить? Это, как, знаешь, это как вчера Саги. Вот, выиграли с помощью Темпларочки и Антимага. Вторая карта начинается. Соперник все это отдает. Никаких банов нет. Значит, надо брать. Две карты подряд практически с одинаковым набором кор-героев. Они просто выиграли. Вот, ну, и это еще достаточно важно, потому что RNG должны смотреть на будущее. А будущем у них там, ну, сыграть, допустим, с победителем следующей пары, с IG, Vichy Gaming, соперник явно будет посложнее. Потом надо будет играть плей-офф. И чем меньше ты покажешь сейчас каких-то вот, ну, может быть, заготовок, заготовок, что вам удалось натренировать за вот этот вот перерыв двухнедельный, тем лучше, тем вам будет потом проще. Каких-то героев вам не забанят. То есть, допустим, сейчас выиграть дважды с Марсом и Клинксом две карты подряд, на будущее там тем же Vichy Gaming и IG, это повод, например, забанить наводить этих героев. А значит, у RNG может быть что-то припасено. То есть, есть такой вариант. Поэтому не вижу никаких проблем в том, чтобы повторить драфт. В какой-то, конечно, степени. Вот. Вот это герой уже хороший. Во-первых, против него пока толком ничего нет. Во-вторых, это просто очень сильный лейт, который разбирается действительно со многими в поздней игре. В ответ сразу же Monkey King. От Мане, да, наверное? Да. Ну, в этот раз, знаете, такой не супер... Ну, то есть, Monkey King может быть супер лейтовым, да, при определенном наборе шмоток. Но Monkey King при этом, в отличие от того же тролля, он подключаться может буквально с одной саблей. И все, он уже в бою, он уже убивает соперника. Здесь не будет такого, что там тролль, один из там core-героев твоих, допустим, как это был тролль в прошлой карте, как-то будет немножко отделяться от команды, вынужденный выфармивать себе BF. Хотя, в принципе, ну, покупка Monkey King'ом BF тоже возможно. Но я думаю, что не в этой ситуации, не в этом случае. Да, мне кажется, просто наберет все, чтобы максимизировать свой ДПС в одну цель. Там, Клинкс, вот это вот все. И тут соло-таргет, конечно, умирает моментально после любого копья, вообще любой герой. В этом плане мне немножко непонятен выбор Тазлом. То есть, окей, Грейв, конечно, здорово, но защиты, на самом деле, от нападения Клинкса практически никакой. То есть, нет сейва. Ну, шеду демон есть. Только шеда, ну, шеда один, да, вот шеда и напади, пожалуйста, там, под панк как-нибудь, да, дай ему возможность раскастовать Роллинг Тандер. И защити. То есть, вроде бы, Дазл тоже защитник, но конкретно, вот, допустим, против атак Марса, МакКинга, Клинкса, он не очень полезен. Надо просто мидера добирать. Дазл, например, в оффлейн с Пангальером. И просто сильного мидера, который тоже будет драться. Здесь лейта уже за глаза хватит, тут есть как бы ОПЛ. Ну, или Дазл вообще в мид ставить, кого-то отправлять сложную. Хотя Дазл против МК, да, наверное, стоит, да? Просто за счет того, что он рейндж. Он хорошо должен стоять против Марки Кинга. Ну, просто вопрос в том, что Марки Кинг центра не пойдет против Дазл. Да и Дазл, я думаю, что от Юхома Мортал не пойдет в мид. Я это думаю вообще, что Дазл пятерка, там, что-то демон панга будет оффлейн. Где шеда четверка, панга три... Ну, вот Спирит на всякий убирают ОРНДЖ. Шторм Спирит. В итоге три Спирита в бане. О, я вспомнил. Блад играл как-то на Блотсекере Медовом. И как? Ну, играл как. Победил? Ну, там, опять-таки, там, где играли и Хома Мортал, там можно побеждать. Ну, в принципе. То есть, это как в Китае работает. Ты, чтобы... Конка появляется. Ты, чтобы имел... Ну, знаете, был конкурентоспособным среди тир-один команд, тебе нужно выносить тир-два команды. Правильно? При участии в турнирах уровня тир-два ты должен быть лучшим. Как это сделали, например, саги. Чтобы быть хорошей командой среди других тир-один команд, они выигрывали все, что связано с тир-два. Долго, упорно выигрывали все, что связано с тир-два. Вот. А и Хом Мортал этого пути не прошли. Они не то, чтобы лучшая команда в втором дивизионе. Поэтому там-то они кого-то с Блотсекером, может быть, и выигрывали. Разве это котируется на данный момент? Да. Так, ну, ласт пик. Ласт пик, судя по всему, в центр от РНЖ. Нужен герой, который потенциально может стоять или против Даззла, или против Кунки, потому что кто-то из них отправится в мид. Так, Кунка, наверное, да? Даззл против МК, а не ставит же Кунку против МК. Да, я думаю, Кунка-мид, Даззл-пятерка. Просто ШД Панга оффлейн будет. Ну, в РНЖ тоже все понятно. Думаю, МК Бейнт легкая, Марс Клинкс оффлейн. И героя в центр против Кунки сейчас взять. Что-нибудь поактивнее для Сетсу? Они тоже могут МК отправить в мид и поиграть с Вивером в легкой. Да, отправляют МК в мид. Ну, интересно, подстроятся ли Хомо Мортал? Оставят ли они Кунку в центре? Нельзя. Там и Даззл не сильно мешает Виверу. Я уже как-то смотрел такой матч, где Даззл в оффлейне ставил против Вивера. И Вивер просто двумя ногами убивал там Даззла. Вот они ставят Даззла тройку все-таки. Пятерка будет Шадоу Демон. Четверка Панга. Мидовой Кунка. И Керри Фантом Лайнсер. Но это опять-таки по игрокам, по ролям. Будут ли они свапаться линиями, это вопрос уже другой. Да, ну, у РНЖ в итоге все-таки Марки Кинг пойдет в центр. Против Кунки ему должно быть максимально комфортно. Ты идешь на линию против Милишника. Несмотря на то, что Кунка вроде имеет Тайдбрингер какой-то. То есть дистанция может поражать Крипов и, соответственно, соперника. Но в целом все равно в контакт придется входить. А в контакте Марки Кинг будет посильнее, чем Кунка, на мой взгляд, в центре. Интересно, на драфтеле. Опять-таки мы не увидели того, чего я, знаете, ожидал. То есть когда играет жесткий аутсайдер против жесткого фаворита, ты обычно аутсайдеру прям намекаешь после первой проигранной карты. Ребят, экспериментируйте. Вот самое время сейчас что-то такое этакое вытащить из драфтов и поиграть с оппонента. Попробовать переиграть его на какой-то неожиданности. Но здесь этого не произошло. Здесь, ну, из неожиданного только, наверное, тройка дазов, получается. Ну и то, такая себе неожиданность. Частенько он появляется нынче. Не знаю, я думаю, 2-0 легкий для РНЖ за полчаса. Погнали смотреть IG Вичи. Наверное, да. Так, ну, нам сейчас покажут коэффициенты от нашего партнера VulcanBet. Опять на матч-винер. Ну, понятно, что если до старта этого матча там кэф был за 6,5, по-моему, на Ихом Мортал, то после проигранной первой карты 12,05. 1,01 на РНЖ. 1,01. Есть ли такие люди в мире, которые ставят на 1,01? Да. Есть? Знаешь таких? Знаешь, я тебе рассказывал историю. У нас там в городе человек поставил на UFC. На кэф 1,01? Полмиллиона. И проиграл. Не делайте так, друзья, никогда. Профита никакого, удовольствия тоже, а есть шанс проиграть. Не, ну он потом суд выиграл, потому что ему это рассчитали как победу. Это было очень мемно. Почитайте, если найдете такую историю. Было такое. Где-то с месяца назад, может, чуть больше. Ноуфлейн, понятно, Марс. Так же с Клинксом Бэйн пойдет вниз. Аванпост захвачен. И те, и другие это сделали. Смотрим, смотрим игру. Меня больше всего интересует, наверное, линия нижняя. Ну и центральная. Потому что снизу должен быть такой экшен постоянный. Бэйн с удовольствием идет в размен по хп. Вивер там тоже вполне убивающий персонаж. На даззлах не модно нынче качать грейв. Очень долго не качают. Могут там вообще левели на десятом только его получить. Поэтому даззлах здесь будут убивать при желании. Ну и в центре Манки Кинг против милишника. Классика. Зачастую милишники не способны вообще хоть как-то выдержать эти натиски Манки Кинга с самых первых секунд. Манки Кинг должен здесь пытаться играть с позицией силы. Хорошо отблочил крипов блат на самом деле. Стоит он в чуть более выгодной ситуации. С позиции. Ну сетсу да, сразу в контакт конечно. Блат понимает, что дальше позволять набивать стаки на себе непозволительная роскошь. Поэтому ну вот как-то выпуливать на себя крипов, агрить их. Собрать сейчас не смог одного. Да, сетсу конечно здесь будет доминировать. В Айдс. Да, посмотрим как справится планет. Все-таки здесь тройка даззлота. Разговор о том, что должна быть агрессия, должно быть давление. Ну вот супер показывает, что такое давление и агрессия. Просто на пятерки вышел. Центрик поставил, вражеский снес. Отзонил даззла, заставив того использовать хилку. Начинается дужка уже с первых минут сейчас команды RNG. Ну и сложная линия, но мы знаем на что она способна. И опять-таки нужно аккуратнее играть ZQ. Потому что, ну вспомним чем начинался предыдущий леник против такой линии для ZQ, где он фитил на дизрапторе. И довольно много урона Септемберу подарил. Лишнего. Такого, конечно, сейчас допускать ни в коем случае нельзя. Планет, планет, планет. Ну вот как это происходит. Да, Ферос Платт достает в команде RNG. Пестерка Бэйн убивает вражескую тройку даззла. Ну я говорил, что именно такое будет на нижней линии. Этого я и ожидал. Вот, пожалуйста, сразу же убийство. Сразу же какие-то разрывные крипстаты. Я смотрю в мид, вижу 2-0, 8 на 5. И понимаю, что игру уже можно заканчивать. Инмейт бы так и сказал. Сейчас все завязываете. Хватит играть. При этом линия отпушена в сторону Манки Кенга. То есть значит еще будет добивать. Ну как? Как это выиграть? Все, Блат, уходи. Здесь нет шага. А куда уйти? Ну в лес что ли? Ну куда ему уйти? Ну вот я не знаю. Они не проявили гибкость. То есть можно было попробовать свапнуться. Все-таки отправить функу в карты. Поставить даззла в мид. Проще было бы даззлу против Манки Кенга. Мы решили топорно встать на те линии, на которые они изначально запланировали. А тут видите, ТРНЖ, ну, Блат вынужден использовать фэрифаер. Чуть не погиб. Выжил, конечно. Но 13 на 6 и 3 на 0 я давно такого выноса в центре просто не видел. Там в итоге разница будет, когда они с линии уйдут. Минут через 7, да, например. Ну тысячи в 2, 2,5, 3 может быть. Да. То есть абсолютно будет неадекватная цифра. Разница между МК и Кункой будет, как нетворс всех саппортов на карте. Что-нибудь такое. Вивер тоже на фрифарме. У даззла 4 на 0. Ну, вы сами все видите. Первая карта реально была разминочной для РНЖ. Они там проснулись, улыбнулись. Здесь будет все еще проще. Должно быть. Именно сложно, надо переобуться. И надо попробовать сделать все-таки тогда в АйДС у тройки. Чтобы фанга фармил, а даззл умирал. Уже не поможет. Уже поздно. Моне до конца под собственный сворм. Коснулся. Пару ударов. Нет, Моне понял, что не добивается эти пары ударов. Была опасность в том, чтобы еще и сфэшбакл получит. И погибнет под вышкой. Решил вот такой аркаду не идти. Ну, вернуться на линию, просто бить флип. Соперник все равно умирает. Я смотрю на крипстата только сейчас. На крипстат Манки Кинга и на крипстат Кунки. А где Кунка, кстати? А на линии еще. Он еще надеется. Он еще верит, что на этой линии не все потеряно. Что тут демона на помощь отправляют? Но это не поможет. Уже поздно. Он руну контролит на четвертый сейчас. Закон тролил ромные иллюзии. Курьера. Курьер, курьер. Не Закон тролил Сантембр. Толкурочку. Но это все не важно. Саппорты побегали, они друг другу помешали. Главное, что в мид ни один из саппортов не подошел. Тайтбрингер, Блот. Так, это какой крыльбус. Это очень забавно выглядит, конечно, со стороны. 7-0-27 на 16. Два рейсбэнда уже имеется. Кунка, но хилка, топорик, фэрифайра нет. Там винлей себе взял, чтобы быстрее уходить от атак Манты Кинга. Дазл опять умирает. Дазл уже трижды, по-моему, таверну посетил за стадию лейнинга. Ну, опять урон дополнительных у Клинкса имеется. Он перетянулся вниз сейчас. Начало уже положено. Ну и контроль дуун, сейчас посмотрим. Там, правда, сверху две баунти, кажется, готов забирать игрок и хомоморку. Сетсу. Просто пошел и избил до смерти. Кстати, да, молодец. Вот, и Дазл надо было и оставлять в центре. Ну, у Дазла хоть какие-то перспективы на миде есть против Манты Кинга. Кунка пусть вот после респауна сейчас идет в сложную. Пока не поздно. Может быть, уже поздно, правда. Там у Дазла левел какой, посмотри. И какой у МК. Четвертый. Ну, нормально. Нет, ну сейчас он соло фраг сделал, он экспу поднял. Нормально левел. Нет, Кунка снова на миде. А тут шестой. Ну, теперь он не один. Теперь с шаду демоном за спиной стоит. И плане тоже здесь. А, они, короче, решили, что оффлей надо забивать. Надо в центре постоять всей толпой. Вчетвером за Ганго Тимка. Торрент. Нима приедут. Сядцов получил поздно тач. Супер. Теперь подтягивается на РНЖ тоже. Своих игроков стас тянули. Супер. У одного слип. С другими сражается. Что происходит вообще в центре? 3000 преимуществ уже у РНЖ. На фрифарме там вивер. Он просто нижнюю линию не покидает. Марс на топе комфортно себя чувствует против соло лансера. А Кунка как не фармил, так и не фармил. Это вообще сейчас очень слабо на доту похоже. Реально таких разносов. Ну их мало в последнее время. Подобное можно увидеть там в Северной Америке на БТС, например. Где Северная Америка против Южной играет. Там какие-нибудь ЕГЭ пойдут легко. Переиграют любого соперника из Южной Америки. Кроме Тандер Предатор. Чистую. Ну и здесь что-то подобное. Что Бэйна хотя бы забрать? Неплохо. Четвером. Четвером. Они все еще бегают четвером с шестой минуты. Ну 4 плюс 1, знаешь, стратегия. Стратегия ударила. Вот у нас пятая минута началась. Так вот она как выглядит. Знаменитая. Знаменитая стратегия 4 плюс 1. Вот так вот она раскрывает. Знаменитая классика, я бы сказал. Я думаю, что сами Хоум Мортал тоже пока слабо понимают, как на все это дело реагировать. Вот опять Блад пришел в центр. Вот и снова один. И он снова... Ничего не изменилось. Так же стоит Сетсу. Ты так же не можешь подойти к крипов. Еще приходит Бэйн. Бэйн, конечно, без шестого уровня сейчас. Линия запушена. Блада с трех сторон пытается взять. Так, ну здесь глубоко слишком залезли, конечно, РНГ. Дизрапшн, Торрент. Удар стоит Брингера. Приходит Вайд Эээс. Был бы ультимейт. Кажется, было бы полегче. Сетсу. Что-то демон погибает. Сетсу дал уже свою палку. Погонят Вайд Ээс и Блада до конца. Сетсу очень хочется мангетинга забрать. И получите. Минус Бэйн, кстати. Сетсу, Сетсу, Сетсу. Торрент. Сетсу вернулся. Слэшбакл от Вайд Ээс. Залетает куда надо. Один в два. Ну, за счет... Это, опять-таки, произошло только потому, что ребята из РНГ сами очень глубоко полезли на этой минуте. Сетсу за Вайд Ээсом. В Вайд Ээс есть Сетсу, Бакл. И попадает по Виверу. Вивер в дизарме оказывается. Не может продолжить атаку. Наживает Вайд Ээс. Повезло здесь на локишот. УПЛ. УПЛ надежда. УПЛ немного проигрывает всем. Но он по-прежнему, да? Несмотря на то, что стоит вроде на фрифарме. Один в один. Он даже так умудряется быть только четвертым. Ну, при этом Марс тоже на фрифарме. Ланцер сейчас еще уходил в лес на какое-то время. Марс просто стоял на линии в соло. То есть, вообще, в принципе, не хватает ресурсов для того, чтобы, допустим, Марса отогнать. Ну, нет героя. Они даже не смотрят в ту сторону. У них вот проблема в центре стоит. У тебя Блат взял шестой левел? Это хорошие новости. Теперь можно действительно убивать и МК, и кого угодно. Кого увидят. Тут, в принципе, потенциал для убийства есть. С какими-то саппортами. Потенциал. Так. Это потенциал. Ну-ка, давайте посмотрим раскрытие потенциала. Там как только саппорт отходит, вот как только саппорт отходит, все, Манки Кинг начинает просто уничтожать кунку. Ну, вот они перетягиваются на топ. Сейчас Марсу помешать как-то. И тоже никто не дает гарантии, что вы Марса убьете, что ганг будет удачным. А, время терять не хочется, просто так. Тут скорее Флайбай сам ищет возможности Широ убить. Десятая минута. Сейчас посмотрим за контролем баунти рун. По одному ванпосту захвачено. Септамбер бегает во вражеском лесу. Ну, и туда же, вот на вражеский лес справляется Панга, но уже на верхней части карты. По две баунти заберут. Нормально в этой ситуации. Или не по две. Нет, там пошел Флайбай, забрал свою, законтролил все-таки. Игрок третьей позиции от РНЖ. Молодец, ты играл момент до конца. По итогу лишнюю баунти себе захватили еще в РНЖ. Три на один получается. Опа, он еще и выкопал. Ну, отлично просто Флайбай. И законтролил баунти рун. И еще и выкопал сверху. Так это не честно. Четыре на два по баунти. Четыре на один. Преимущество, конечно, стабилизировалось на отметке четыре тысячи превосходства за РНЖ. Это вот стадия лейнинга, которая еще пока продолжается. Это при том, что РНЖ сейчас не особо ищут фраги. Они стоят себе, фрифармят. Они понимают, что до лейта здесь с одним ПЛом не дожить. Ну, Кунг камбэкает потихоньку. Я смотрю, он форс у него растет. Он уже пятый. Что более-менее. Там вот из-за того, что саппорты постоянно в районе центрального коридора гуляют, не может Сэццо быть максимально открытым к диалогу против Кунги. Вынужден все-таки прятаться. Периодически просто там возле тавора стоит на хайк-раунде своим хрипов добивать. Септембр ворует, сейчас экспу. Септембр. Ага, пытался двух хрипов забрать. Забрал, по-моему, только одного. Ну, экспириенс поделил. И 5000 преимуществ становится в пользу. РНГ. Линкс. Едзи-зикью. Без его сложно. А вот лансера... Дизрапшн. Сейф неплохой. Из-под ультимейта Бэйна. Наставится арена тем временем. Есть копьем. Лансер все равно погибает. Залетает корабль. Зикью. Уничтожается. Проказ неплохой. С торрентом дальше. По-двоим. Блат здорово. Забрать бы Бэйна. Бэйна забирает. Ну и там палка от Сэццо. Это уже минус 3. Вайдая старается отступить. Получает очередное копье. Это минус 4. И только бежать остается Дазлу. Ничего сделать бы уже не смог. Вроде и все подтянулись у Ихом. Но проблема в том, что РНЖ тоже не постеснялись. И всех людей туда стянули. И Вевер оказался актуален. Помог и Манки Гинке, естественно. И вот, пожалуйста, размен 4 в 1. Очередная 1000. Плюс вышка наверняка достанется. РНЖ преимущество продолжит расти. Ихом, Мортал. Можно только посочувствовать. Избиение, да. Простейшая игра для РНЖ. Вот уж кому-кому повезло в самом начале турнира, так это РНЖ. Это, пожалуй, единственный соперник, которого можно вот так выиграть легко хоть кому. Да, просто на секунду прикинем, допустим, что Ихомы не отказываются от слота. Их приглашают на Beyond Epic. Они берут, допустим, вместо Fade Piano какую-то замену. Ну пусть даже молодежки планят, отрывают. Оставят на тройку куда-нибудь. Там вместе с XenQ постоять на оффлейне. И вот уже в РНЖ сразу вырисовываются какие-то трудности, да, с тем, чтобы преодолеть первый раунд в групповой стадии. Зато какие бы, да, участники были в Китае максимально просто сильные. Все восемь команд. Ну, с другой стороны, ведь в лиге, особенно китайские, китайские в доте, если мы берем там CD, DPL лигу, чайни дота профессионал лигу или какие-то подобные, это всегда речь о том, что есть жесткая возможность перейти из второго дивизиона в первый. Да, и такие ротации существуют. Занимаешь там во втором дивизионе первое место, ты попадаешь сразу в основную лигу. Это стыковые матчи между теми командами, которые не очень хорошо отыграл основную лигу. Это всегда происходит, всегда эти переходные матчи существуют. Вот там прямо сейчас на CD и DPL лиге, например, те же Сидеки, те же Саги, например, которых мы вчера видели, да, казалось бы, они обыграли вчера очень сильных соперников. Но на другую лигу, конкретно китайскую, они играют в переходные матчи стыковые. С командой Blaze и с командой Ocean. Потому что надо доказывать, что ты готов. Это нормальная практика, когда есть несколько дивизионов и нужно переходить из одного в другой. Потому что нужна ротация вот этой команды. Обязательно более слабые команды из низшего дивизиона должны получать шанс. В любом виде спорта такое есть. И здесь та же самая ситуация. Здесь дается возможность взять слот команде из второго дива. Дается квалификация. Лучшая команда в квалификации попала сюда. Да, здесь тяжело. Да, еще не готовы Home Immortal. Но это такой же опыт для них. Это такая возможность поиграть официалку против FNG, против 5G, против Вича. Ну, тут немножко... Ладно, чуть попозже продолжим мысль. Потому что здесь очередная драка, в которой попытка убить МК, МК убивают. Неплохо там параллельно еще одна арена ставится. Ну и в размен пошел Shadow Demon. И то не факт. Два в ноль. Неплохой выход получился. Клинкс понимает, что Shadow Demon не взять сейчас. Там и хил отдаст, потенциальный крейв опять-таки. Он пытается перехватить его со спины. Там Клинкс играет очень противно. На красную пытается забрать что-то демона. Кажется, у него это не получается сделать. Да, два фрага от их Home Immortal плюс Tower. Тем временем. Неплохо, неплохо. На 15 еще можно баунтируну законтролить. Но, пожалуй, это будет только опять одна баунтируна. Три забирают RNG. Снова Клинкс перехватил. Че, неужели больше не выкопал паунтирун Марс? За это время. Не повезло. А, кунт приобретает Страмбанжи. А, это я с Телепорт. Тут два героя. Клинкс и Вивер, которые сбить Телепорт не могут. Контроля маловато, конечно, на рейнджи. Как раз два героя вообще без контроля пытались фраг заработать. Тоже интересный момент, да. То есть, команда распикала так, что у них в одной команде, в одном составе, есть и Клинкс, и Вивер. Казалось бы, ты не хочешь никогда брать себе в пик героев, которые контрят, допустим, одной с трёй. Или одной просветкой. Наверное, это же позволяет все подобные пики. И дальше готово. По центре залез Септембр. Раскаст от Блада. Корабля уворачивается, но баф получил Блад. Соответственно, ставится арена тем временем. Там Сдики пытают попытку перехватить. Должны его забирать. Дазл даёт килл, но без Грейва. Панга тоже умирает. Блада зажали. Блад не знает, как выйти. Там везде соперник. Три фрага. 8 тысяч преимущества. И за планетом до конца этот Мане. Сет тоже спрыгивает с дерева. Планет. Ну, Негрономикону купил. Грейв на себя. Всё-таки тройка Дазл с какими-то артефактами всё-таки. Но это его не сильно помогает. Флайбай трипл килл ворует с помощью копья. Ну и фармит пока только лансер. Он живых единственным остался после всей этой передряги. Ну, 6300 надфорс всё равно, конечно. Счёт того, что РНГ убивают. Они ещё помимо того, что фармят. А у них надфорс просто выше, чем у лансера, который, ну, зачастую просто фармит. Не отвлекаясь на какие-то фарми. Поэтому манкетинг уже за лансером выехал. Вряд ли он его, конечно, убьёт. Хотя пытается. Нападает. Дефишу Блэйд скупил к 18-й минуте. Помимо ПТ, штук отпустил лансер. Неплохо, супер. Слип на себя. Пытается уйти. Дал Брэйнсап. Септембр Зикю перехватывает. Ставится Бёрнинг Эрми, который лишает жизни Шадо Демона. Хороший фраг. Торрент неточный от плана. Просветка пошла. Есть Роллинг Тандер. На крест посадили. Как-то всё неловко получается сейчас. Но всё-таки, ладно, вернули Клинкса. Смогли убить. Размен состоялся. Но я думаю, что Клинкс при этом просто заработал себе урон дополнительный. Поэтому он довольный. Теперь за Сетсу. Запрыгивает, спрыгивает. Снова запрыгивает. Есть сабли у Сетсу. Хочется сделать молнии, как у Вивера. Сетсу очень хочет напасть. Нужны тиммейты. Хотя бы один. Ну, драка у нас может случиться снизу. И пошла арена. Неплохая. Два героя вне остаются. Правда, один выпрыгивает. Понятно, что один герой уже погибнет. Нужно бежать за остальными. За Кункой. Ой, палка не туда. Поэтому одного отпустили. Галер улетел. Кунка не улетел, не ушёл. Ещё минус два. Манэ даблкил. Манэ в этой игре побольше фрагов зарабатывает, чем тогда на тролле. Вот. Попросил героя, чтобы ребята тоже мог убивать. Это хороший выбор. И тот, посмотри, у них 4-0-10. Одни ассисты. Дайте убийце уже. Но сегодня без убийцы. Потому что сегодня рейнджи проводят последний матч. Первый и последний. Последнюю карту, скорее всего. Плей-офф будем смотреть в другой день. Плей-офф групповой стати, естественно. Ну, а завтра, наверное, да? Да, наверное, да. А посмотрите по расписанию. То есть мы смотрим группу A, там, типа, матч в лозерах и десайдер. Или в смешанном варианте. Потом уточним. А матч в винарах ты уже не хочешь смотреть? В матч в винарах можно посмотреть. Там вообще винара, да. Не торопится при этом рейнджи. Есть иногда такие матчи, когда команда одна другую разносит там под ноль. И пытаются очень быстро закончить. Там за 15, за 20 минут могут игры протекать. Опять же, BTS Америка. Можете туда посмотреть. Там такого много по ночам. А здесь нет. Одни не сдаются, вторые не особо торопятся. Ну, бегают периодически, убивают, зарабатывают фраги, кайфуют. Стата, стата, показатели по игрокам отдельно взятые. Рекорды, да, вот эти смотреть, мне опять статистику заглядывают. Но тут, на самом деле, пока никто даже близко к рекордам не подбирается. По лучшим КДА, например. Слушай, ну вот две карты подряд подняли Клинксу четверки винрейт. Мне кажется, это приятно. Там, для статистики в том числе. Тем более, там, если Клинксу потом КДА еще и смотреть по четверке, так это вообще, там, заоблачная цифра? Ну, КДА по четверке, да. Но КДА вообще, конечно, нет. Ну, смотри, там, 9-1-9, да, ну, это, наверное, даже больше по конец игры был у Клинкса. Первая карта. Сейчас у нее что-то в районе 2-0-10, по-моему, 2-1-10 был у Клинкса. То есть, потом сложить за две эти карты, такой КДА сумасшедший получился. За две. За две не считают. За две неинтересно. Я имею в виду. Кстати, добавляем и уже выравнивают средний показатель. Становится лучше. Слушайте, баунти больше собрали, кстати, и Хоуму Мортал в этот раз. На 20-й. Так себе утешение, потому что проиграют они уже 12 тысяч на 21-й. И Рошана отдали. И идут снова погибать. Они как берстерки просто. Нажать и вперед, вперед, вперед. На берстерке это прям громко сказано про команду Хоум Мортал. Я бы сказал, что это зомби, которые вскрешают и идут снова умирать. Вот это больше похоже по двум картам на команду Хоум Мортал. Сразу вспоминаем все сериалы, все игры про зомби. И сравниваем поведение, да? Ну, слушай, очень похоже. Не нахожу разногласий тут вообще. Но они реально, они же погибли, воскресли, дальше умирать. Вот очередной заход от Кунки. Очередная смерть. Потом еще героя поймали. Садцу будет бить. И не туда супер дотянуться не можешь, чтобы дизрапшин как-то застрелить. А вот сейчас... А, дизрапшин. Понятно, Манткинга. На перехвате уже тембр. О, пошла армия. И за планетом, конечно, Мане поедет дальше. Ну, просто нет защитников. Никто не контр-инициирует, очевидно. Погибает Мане. Ой, погибает Мане. Погибает, конечно же, планет. Мане делает убийство вместе со своими тиммейтами. Так, еще минус 4. Где-то там умирают курьеры. Курьеры тоже зомби у нас, как и их владельцы. Лансер только один такой. Боевые товарищи, полуживой. Нижняя линия отфармливает. Какие-то деньги получают. Есть радостная новость, друзья. Судя по всему, у нас ждет follow-by система. Это значит, что мы на большой паузе сидеть с вами не будем. Небольшой перерыв. Там ребята следующих команд соберутся в лобби. И посмотрим, что у нас следующий матч. Мы там уже, конечно, забегая чуть вперед, скажем то, что выявить прям фаворит очень сложно. По ротациям букмекеров там тоже, по-моему, рот. Там одинаковые коэффициенты, да. Там абсолютно другая пара, там абсолютно другой уровень игры будет. Там будет две команды в доту играть. Мы про матч IG-вич-гейминг, друзья. У нас было много подобных встреч на всех лигах. С участием двух этих команд. Разные были результаты, поэтому действительно интригующий, интересный матч. А здесь у нас пока биту продолжает торон по двоим. Но слип был на Сетсу, урон он не получил. Сетсу все-таки уничтожается. Но уже минус центр на 24-й минуте. Она разворачивается. Сам под дебафами. Таймлэпс, бежать. И... На нем Вестилл висит. Тяжело, да, и он сгорает. Отбились, отбились их оба Мортал. И сразу же смоук. Режим зомби включен. Ну и найти бы, да, кого-то. Не Бэйна, конечно, вот Марса бы найти. Ну ладно, находят Бэйна. Так. Сейчас Супер думает, что они делают вообще? Зачем они вышли? Почему они не устраивают фармежку жесткую? Устроили фармежку, но зафармили Бэйна еще. А-а-а, 200 золота, понял. Сейчас тут каждая единица золота. Так нужно же просто считать, что даст больше. Пять героев, которые по пачке нейтралов убьют? Или когда пять героев выйдут за одним? Чуть-чуть Тир-2 заберут, смотри. Ланфос захватили. В 25 минутах надо, наверное, сместиться чуть-чуть назад и забрать баунтероны. Потом мантер купил себе, кстати, варя с Энджин Яш после Дивижел Бейтса. А Клинкс уже дизоль. Ну, стандартная сборочка с медаликой, с Блайтстоуном, с дизолятором. Все это, видимо, от Септембра уже вторую карту подряд. YDS нашел. Ролик Стандер. Жесть, какой урон он наносит. Ну, как в паблике, да, вот. Такой Клинкс, как бустер, заходит. Где-то вот раз-два фрага сделал, и все, и понеслась по всей карте. Просто если ты вовремя не остановился своим фидом, вовремя не расставил в центре и, там, не напокупал себе дастов, чтобы поймать и убить Клинкс, остановить его, то все, вот он начинает сноуполить, и просто невозможно уже с ним контакт какой-то идти. Вот прям такого плана у нас уже Клинкс вторую карту подряд здесь. Мьелнир готов уже тем временем у Вивера. Неплохо. ДПС там, конечно, возрастет. Там проблема в том, что у него помимо Мьелнира еще, по-моему, шмотка есть. Я ошибаюсь, Линкен Сфера какая-то, что ли? Да-да-да-да, Линка есть у него. То есть 25-е минуты, сумасшедший. Ну, Мане, кстати, всегда был любителем Линки. Я вспоминаю, как он на Интернешнале, когда они какое место там заняли? Восьмое? Не, третье же. А, ты в составе Сфераеврьянг? Да-да-да. Они, когда он на Воиде там играл, он постоянно покупал Линку первым слотом себе. Ни что-то другое, ни Молнии, там, ни Баттлфьюри, просто Линка и погнали на Воиде. Этот же Воид и Virtus.pro там бил. Немного кого еще. На том Интернешнде всех, кроме Ньюби и Ликвид, которые впоследствии стали чемпионом. Да, ну и Луквай, конечно, тогда была супермощная команда. И насколько бы они круче выглядели в гранд-финале, но почему-то не прошли Ньюби. Я вспоминаю и прям жалею, что эти ребята не попали в гранд-финал. Совсем другая бы была история, возможно. Ну, 3-0 бы там даже близко не было. Ну, пожалуй, да. Они же и встречались между собой, да? Где-то там верхний сет. Пенал Винеров был в Ньюби. Адрес с Ликвидами, что там? Да-да-да. Ликвиды с Ньюбом встречались. А нет, Ликвиды. Слопая не только играли. Слопая в финале лазеров, они их обыграли. Да-да-да. Ньюби по верхней сетке прошли. Ну, там такой матч, конечно, жаркий был. Вспоминаем историю, пока у нас беготня. Ну, вот сейчас нашли героя. И очень важного, кстати, героя. Пл может погибнуть. Нет, пусть тут уже, естественно. Нет, в том числе демонстрируют разницу. Между двумя этими коллективами, да? Потому что вот Супер и как раз Мане, они были в том составе. Это, ну, между прочим, топ-3 инта. Какой-то уровень, да? Какой-то уровень заработка и уровень скилла в тот момент, в 2017 год. Конечно, игроки команды HomeMortal близко даже на International не попадали. Очевидно, конечно, что Мане будет бегать на своем пибере там и иметь 16-точный творс, там бешеные шмотки и 20 минут. Как и Супер. А то Супер тогда на миде играл. Сейчас он на саппорте, пятой позиции. Но он там был. Преимущество, кстати, немного сократилось. Было без 16, осталось 13. Но это, опять же, мало что меняет, потому что оранжи могут спокойно собраться сейчас, сходить на Рошана и потом сходить на любую из боковых линий. Ну, а здесь плитпушат и Home. Улетает сразу ЖМК. Не хотят даже позволить приблизиться к Т3-вышке ребята из рейнджи. Рошан, 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 ребят, есть Рошан, можно туда сходить. А можно нажать Смок. Вот так. И сразу же пойти на поиски очередной цели. Там Бангольер недалеко оказывается. За ним и выйдут. У АДС купился Бейбэс, вот здесь плитпл. А тут Серфи первым перехватывает. Слэш пакал. Там Роллинг Тандер, хочется какой-то дата кастовать. Лепорт сразу Фин с гриппом поймал. Супер, не отпускает Панга. Панг умирает. Довольно много ресурсов пришлось потратить на поимку этого персонажа. На хайграунд все-таки по верхней линии рейнджи не пошли. Пока еще решили, что рановато. Но появился Рошан. Окей, можно пойти сперва за Аегисом, выбить Аегис и потом уже с ним пробовать хайграунд пробить. Бласт уже даже с помощью корабля там фармит себе эншентов. Ну хоть какие-то деньги получить. На самом деле, Али Бварда есть у Гракс. Не так плохо, пожалуй. Плохо на фоне фарма соперника. Да, там очевидно, конечно, отставание большое. А так, ну, какие-то полезные айтемы он покупает все. У Клинкса почти столько же саппорта. Тут Шаду Демон погибнет. Реально бегают, да, набивают себя РНЖ. То есть они пробежали сверху вниз, снизу вверх. Дальше куда? Стату работает на стату. Да, да. ПЛ нашли. Крейв, Доплгангер. А, там даже... Там еще арена хорошая, по двоим. Ну вот здесь может быть поставлена точка, потому что очередной минус и будет еще один на даззле. Минус 4. Не сдаются. Ну, что сдаваться? В Хоум Мортал сегодня, насколько я знаю, по расписанию больше игр нет. Это первая и последняя официалка на сегодняшний игровой день. Завтра, соответственно, придется играть с проигравшим парой IG, Вич и Гейминг. Завтра или после, по расписанию тоже глянутся. То есть нужно будет готовиться уже к другому сопернику. Для этого сейчас они, скорее всего, посмотрят матч IG и Вич как раз. Ну, потому что, действительно, к РНЖ было подготовиться довольно сложно, потому что РНЖ тоже в последний раз довольно давно свою официалку показывали. Что там будут делать Ройл, например, было неясно. Так, минус Т2, две линии снесли, ПЛа нет, отступает, улетает Монки Кинг. Пошел баунтеров насобирать. Не все зафармлено еще. И вот ты мне хочешь сказать, что это недисциплинированная команда, которая, имея 25к преимущество, не идет добивать соперника, который... Выяснили, они на стату работают. Да нет, но сейчас играют, да, качественно играют, что-нибудь сказать. Причем, эти же РНЖ бывают и на хайграунды лезут очень рано. Вот СР3 бегают, не сломав СР3. Всякие ситуации бывают. Надежно, надежно, да. Тоже не торопится. Они же и предыдущую карту тоже убивали, убивали соперника, а закончили там под какой-то 32-ю, 33-ю минуту только. Хотя казалось... Притом, я думаю, что там, знаешь, в ситуации, когда вот играли бы две команды очень высокого уровня, да, и, например, одна из команд проигрывала бы столько уже, она просто сдала лайн, да, потому что... Да, скорее всего. Да, здесь понятно, что и HomeMortal каждую минуту, проведенную на этом турнире, они стараются вот играть, стараются присутствовать. Тоже, конечно, молодцы, в любом случае. Это им только плюс. Аганим тот самый приобретает себе клинкс. Так, верхнюю линию сломали, центральной линии, насколько я знаю, тоже нет, остается только низ. Так, пошли кресты корабли. Все, это Вивера залетает, Вивер получает слип, а там вот Аганим купил себе конкурс. Хорошо, он таймлэпс, Мане успел использовать, восстанавливает свой запас здоровья, Грейв на Блада, чтобы он ушел из-под арены. Получается это сделать. Бэйн мало здоровья, остается командой РНЖ, его лишает жизни в АйДС здесь. Вместе с Широ. Широ поделает фраг. Кунка минус, в АйДС тоже умирает. Байбэков у трех героев нет. Значит, можно идти либо в трон, либо закончить с нижней линией. Широ. Бэйла еще по пути убили. Есть байбэк, давай на байбэке. Нет. Все, силы закончились, ресурсы, в общем, тоже герои закончились. Эти зоби, наконец, больше не восприжаются. Они больше не идут умирать. Чего и добивались Орэнджи. Ну, две катки по 33 минуты. Ладно, в общем, собственно, друзья, вот бывает такое, что иногда, когда играет Фарит Аутсайдер, например, вчера у меня такое чувство было, когда Седеки с ЛГД играли, я вот внутри где-то понимал, что Седеки могут. Они всегда там навязывали борьбу ЛГД, и счет был 2-1 у них в сериях обычно. Здесь у меня даже такого чувства не возникало, когда я подходил к этому матчу, потому что, ну, Be Home Mortal, РНЖ, извините, это совсем разные лиги, это совсем разного уровня команд, что, в общем-то, РНЖ нам сейчас и доказали, и спокойно выигрывает эту серию с счетом 2-0. Но мы здесь, друзья, сегодня на китайский день рассчитываем побольше эпичности, побольше интриги все-таки от следующего матча IG Vichy Gaming, и мы с нестерпением будем ждать именно эту игру. Да, я думаю, что там уже и будем говорить что-то о командах, об их прошлых встречах, об их противостояниях, об их форме, возможной. Поэтому уйдем на перерыв, будем ждать следующую серию.